Всем привет, ребятки! С вами Сексуальный Джофф и спонсор этого выпуска сайт ВотКит. Хочешь выиграть кучу принтанков и гору золота всего лишь за 99 рублей? Заходи на сайт ВотКит и испытай свою удачу. Призы в каждом сундуке, никаких пустых контейнеров. Ссылочка на сайт и мой промокод в описании. Всем привет, ребятки! С вами Джофф и сегодня у меня, ну, очень хорошие новости для всех любителей советской техники. А все дело в том, что разработчики заанонсировали появление в нашей игре линейки советских тяжелых танков, да, с двумя стволами. Помните все планы отдела баланса по поводу того, что ИС-4 достаточно слабый тяжелый танк для 10 уровня, они хотели его перевести на 9 уровень, а на 10 поставить СТ-1 с двумя стволами. Так вот, они от этих планов отказались, потому что, как водится, они пошуршали там по разным архивам, по различным там библиотекам и нашли чертежи достаточного количества советских тяжелых танков, чтобы не делать один танк на 10 уровне, а сделать целую ветку именно двухствольных машин. Посмотрите внимательно на этот скрин ветки развития. Как видите, тут появилось нечто новое. Да, друзья, это три новых тяжелых танков советской линейки с двумя стволами. По поводу восьмерки пока что ничего не известно, но уже точно известны характеристики и внешний вид 9 и 10 уровня. На 9 уровне у нас будет располагаться ИС-3 вариант 2, а на 10 уровне СТ вариант 2. В общем, все в лучших традициях нашего любимого варгейминга. Не будем делать один танк, а сделаем сразу целую ветку, и пусть пацаны нагибают на новых имбах. Ведь два ствола это лучше, чем один, не правда ли? Итак, давайте поговорим о каждом танчике подробнее. Сразу закроем вопрос по поводу неназванного танка 8 уровня. Да, мы пока не знаем, что там будет располагаться именно на 8 левле, но скорее всего это что-то будет очень похожее на Объект 703 вариант 2, который именно сейчас супертестеры тестируют в рандоме и всячески обкатывают. История показывает, что именно зачастую так варгейминг и делает. То есть у нас есть СТ-1, но при этом есть и СТ-2 премиумный. У нас есть там какой-нибудь ИС-3, но при этом есть и защитник. Согласитесь, танчики достаточно похожи. То скорее всего будет такая же тема. Ну а теперь перейдем к более высоким уровням. На 9 уровне в новой ветке у нас будет располагаться тяжелый танк ИС-3 вариант 2. Вот так вот, друзья, он будет примерно выглядеть, как показано на этом скрине с характеристиками. Ну, очень эпично. Это факт. Поговорим для начала про огневую мощь. Она будет, друзья, достаточно неоднозначной. Во-первых, средний урон и средняя бронепробиваемость меньше, чем у одноклассников советских по уровню. Урон у нас будет 390, а пробитие 243. Для сравнения, у того же Т-10 пробитие 258, а средний урон 440. То есть вы понимаете, да? Это на порядок ниже. Время перезарядки орудий 10,7 секунд. Разброс на 100 метров 0,4. Время сведения, ну, очень долгое 3 секунды. Скорость поворота башни 22 градуса. Но тут внезапно подкрадывается, друзья, очень приятный и удивительный для советской техники нюанс. УВНы. Они у этого танка реально есть. Минус 8 будут опускаться двухствольные орудия и на плюс 20 градусов подниматься. И боекомплект целых 74 снаряда, что тоже нетипично для советской техники. Что я тут могу, друзья, сказать по поводу огневой мощи? Да, несмотря на то, что у нас и бронепробитие, и альфа ниже, чем у СТ-1 или Т-10 на тех же, как говорится, девятых уровнях. Но при этом у нас есть сразу два ствола и, понятное дело, два снаряда. Характеристики, скорее всего, еще будут баланситься. Возможно, бронепробитие подрастет. Альфа, скорее всего, останется именно такой же, потому что, ну, давать там 440-450 альфы танку с двумя стволами, наверное, это действительно перебор. Но посмотрим, как оно будет играться. Вот, в любом случае, очень много будет зависеть от того, какой будет будущая механика двухствольности этих советских танков. Будет ли это комфортно или это будет суперсложно, как было в истории с итальянскими танками, да, когда только статисты смогли нормально нагибать. Ну, а раки на итальянских танках сливаются, как и на любой другой технике. Мобильность. Максимальная скорость вперед 38 км в час, назад 15 кмч. Мощность двигателя 750, а удельная мощность 12,5 лошадиных сил на тонну. Скорость поворота шасси 28 градусов. Чтобы вы понимали, насколько он будет динамичный, я вам скажу, что у Т-10 удельная мощность 14 с чем-то, а у СТ-1 11,5. То есть, этот танчик по своей динамике будет нечто среднее между СТ-1 и Т-10. То есть, более подвижный, чем СТ-1, но не такой юркий, как Т-10. Ну, нечто такое вот среднее. Теперь по поводу прочности и брони. Количество ХП у нас 1800. Не очень много, честно говоря, что как бы намекает нам о том, что разработчики считают, что этот танчик не должен иметь много ХП, потому что у него, наверное, есть хорошая огневая мощь или хорошая динамика. Бронирование корпуса, опять же, не самое рекордное на девятом уровне среди всех советских танков. Во лбу корпуса у нас 130 мм, борта 90 мм, по-моему, там даже есть экраны и корма 60 мм. Башня, ну, тут мое почтение. 250 мм лоб, 150 мм, борта без особых, правда, наклонов и 130 мм корма. По поводу лба, друзья, мы тут видим, что тут есть у нас очень хороший щучий нос. Так что, скорее всего, эти 130 мм будут работать не менее круто, чем, допустим, 150 мм у СТ-1 на девятом уровне. При этом, понятное дело, что этот танчик будет не такой подвижный, как Т-10, но намного более бронированный. Потому что у Т-10 на девятом уровне 120 мм, и там щучий нос не настолько ярко выгнутый. По поводу башни вы тут сами, в принципе, все видите. Да, конечно, тут не везде во лбу этого советского танка есть наклоны, и мы это сейчас уже видим. Но 250 мм есть 250 мм. И если он там куда-то под башней пробиваться не будет, а лючков каких-то огромных я, честно говоря, не вижу, то башни танковать будет без каких-либо проблем. Обзор, как и у любой советской техники, всего лишь 380 метров, ну и это, конечно, ну, скажем так, не очень много. Кстати, друг, тут на днях вышел девятый пакет Индия в рамках акции «Прямой эфир» от Твича и компании Wargaming. Всего лишь за минуту ты можешь получить уникальную девушку-командира, прем-танк восьмого уровня Carnarvan Action X, еще один прем-восьмого уровня T-26E5, прем-седьмого уровня Kingtanger C и прем-пятого уровня PZ-3Ausk. Смотри нашу инструкцию по получению этого пакета по ссылке в описании видео. Переходим к венцу советского танкостроения с двумя стволами «СТ-2». Ну, выглядит эпично. Вот, данный танчик мы уже видели с вами несколько месяцев назад на скринах и первых сливах Супер Теста. Вот когда только разработчики впервые анонсировали данную технику. Ну, в общем, эпичная машина. Давайте поговорим про огневую мощь. Средний урон на 10 уровне 440 у данного танка, а бронепробиваемость 2,5,8. То есть, то же самое, что мы имеем на ИС-4. Время перезарядки орудий чуть дольше, 11,7. И время подготовки залпового выстрела или время блокировки перезарядки и смены орудий, оно чуточку лучше, чем у 9 уровня. Но при этом разброс на 100 метров 0,4 и он все такой же печальный. А время сведения 2,9. И по этим показателям, например, СТ-2 проигрывает тому же ИС-4 на 10 уровне. Но это, я так понимаю, плата за то, что у нас есть два ствола, а не один. Скорость поворота башни, конечно, весьма грустная. Всего лишь 16 градусов в секунду. И это, ну, не то чтобы практически как у Мауса, но где-то рядышком. Например, чтобы вы понимали, у того же ИС-4 скорость поворота башни целых 22 градуса. Но при этом, в отличие от многих советских танков, у СТ-2 есть очень хороший УВН. Минус 8 будут опускаться оба орудия. Это реально круто. Это нам все позволяет танковать через башню, через калмы. В общем, хорошие УВНы, это всегда удобно и круто. Бойкомплект, правда, не такой большой, как на девятке, всего лишь 40 снарядов. Теперь по поводу мобильности. Максимальная скорость вперед и назад 40 и 13 километров в час, соответственно. Мощность двигателя 800 лошадей. И удельная мощность у нас 12,2 лошадиных силы на тонну. У ИС-4, друзья, 12,3. Если я не ошибаюсь, то есть получается по своей динамике и маневренности данный танчик будет примерно как ИС-4. Не больше, не меньше. Скорость поворота шасси 26 градусов в секунду. Теперь по поводу живучести. Количество ХП, конечно, друзья, впечатляет. Целых 2500. Один в один, как у ИС-4. Ну и это рекорд среди всех советских тяжелых танков. Бронирование корпуса отличается от четверки. 150 миллиметров лоб, 140 борта и 100 корма. У четверки немножечко другая история. Там слабее лоб, но крепче борта. Скорее всего, на этом танке будет удобнее танковать лбом, но не так хорошо будет танковаться бортами. Опять же, при условии, что вы сможете спрятать свое НЛД. А как видите, у данного тяжа оно достаточно большое. Как минимум, больше, чем у ИС-4 оно приоткрыто. Бронирование башни. 250 миллиметров лоб, 160 борта и 160 корма. Тут без каких-либо комментариев. Супер хорошо бронированная башня. Особенно учитывая то, что у нас есть классные УВНы, мы сможем танковать через холмы. Но, в отличие от девятки, как видите, даже с этого ракурса есть лючок. Если он будет легко пробиваться, ну, жопа, друзья, будет гореть. Обзор 390 метров и дальность связи 730. Вот так вот выглядит, друзья, новая ветка тяжелых советских танков с двумя стволами. Пока что мы вам рассказали только про СТ-2 и ИС-3 вариант-2. В будущем нас сейчас ждет информация про тяжелый танк 8 уровня. И, скорее всего, характеристики будут меняться, потому что это только первая итерация тестирования. Пишите в комментариях, как вам новые советские двухствольные танки. Будете ли вы их качать или нет? Что бы вы поправили, а что бы убрали? Кажется ли вам, что это будут новые имбы, которые будут все просто в нашей игре убивать? И это будет повторение истории, как с 279, Суперконем, Итальянцами и некоторыми другими машинами. В общем, все их начнут качать, имбовать. И другие игроки будут от этого, конечно же, страдать на других устаревших машинах. Или, скорее всего, это будет какая-то сложная механика и вряд ли в нее кто-то сможет. Мое личное мнение пока что делать выводы рано, потому что самое главное в этих танках двухствольность. Это мне еще лично непонятно. Непонятно, как оно будет играться, как оно будет реализовываться. Сложно это будет или легко. В общем, поглядим, увидим. Если вам, ребятки, было интересно это видео, обязательно жмите лайк и подписывайтесь на канал. Потому что на этом канале всегда очень свежие и интересные новости по миру танков. А так, всем пока и удачи. Увидимся в боях и на стримах. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok